Посмотрите телеканал России, подождите, вот, а вы можете подождать, вот, он в своей стороне, я тоже в своей стороне, а вы иногда напишите то, что не соответствует действительности, поэтому подождите. Послание закончилось где-то минут 10-15 назад и вот так получилось, что здесь такое скопление людей в раздевалке и это возможность попробовать узнать у людей все-таки, что они думают о ситуации с Алексеем Навальным. Что касается Навального, это частность, одна из большой череды фамилий в России, это сегодня Навальный, вчера это был Ходорковский, позавчера это еще кто-то был, они каждый раз ищут того, кто бы исполнял их сценарий. Вчера Алексея Анатольевича Навального посещали врачи гражданские, 4 врача, которые обследовали его состояние здоровья. Есть заключение этих врачей о том, что продолжаются добровольно с его согласия капельницы, составляющие питательные смеси, пока никаких серьезных опасений в этом заключении я не нашла со стороны врачей. Условия и права человека, которые соблюдаются абсолютно касаемо каждого человека, в том числе и Навального, они соблюдаются и должны соблюдаться. Когда я была у Алексея Навального, я сказала то, что видела и я считаю, что наши граждане должны проявлять сознательность и участвовать исключительно в санкционированных акциях. Нарушение закона чревато ответственностью. Сегодня митинги планируются в России, в разных городах. К этому у вас какое отношение? Вы с пониманием относитесь или все-таки с осуждением? Граждан, я прошу об одном. Надо исходить из закона и только закона. У нас разрешены митинги, но они должны быть в соответствии с законодательством оформлены. Мы имеем дело с очередной попыткой организовать несанкционированную, противозаконную акцию, в которой, собственно говоря, судьба Алексея Навального играет очень малую роль. Эта акция почему-то назначена именно на день оглашения послания президента Федерального собрания. Здесь политический интерес очевиден. Понятно, что это специально сделано, чтобы провокацию устроить. Все это прекрасно понимают. Что это нацелено на послание было? Конечно. Они же специально взяли в этот день, чтобы устроить такие провокационные вещи. Кто выходит туда? Молодежь, которая, в общем-то, еще сама по себе не сформированная, значит, подается влиянию различных, там, скажем, групп, вот, то есть сопряженных именно и с Западом в том числе, о том, что давайте вот мы сейчас возьмем в власть, все разделим и все будет наше. Ну, примерно так, значит, да, то есть у них нет понимания. Пусть люди собираются и выступают. Дайте им колонный зал, дайте им манеж. Обязательно. На улице не надо. И холодно, и транспорт, и опасно. Пусть высказываются, сколько хотят. Но если без решения выходят на улицу, обязательно задержать и отбить охоту нарушать общественный порядок. Навальный сам себя сделал заложником, заложником американской политики, когда они его завербовали и дальше уже начали простраивать под реализацию своих интересов.